книга открытым оком том 27 тема политика вопрос 3935 когда читаешь выступление разных важных персон то можно поверить любом из них настолько вроде бы убедительно они высказываются и как простолюдину сразу же встать на нужную сторону отвечает игнатий тихонович лапкин что решается в плане лично вашего спасения от этих вопросов примите к сведению как синод делает и так и оставайтесь на стороне истины где иисус из назарета спорящие иногда сами не понимают о чем говорят по поводу письма обращения михаила викторовича назарова синод и церковный суд рпцз цитата если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею то я медь звенящая или кимвал звучащий 1 коринфянам 13 1 с чувством глубокого удовлетворения столь памятным всем советским людям отмечаем что не пресеклась еще традиция написания интеллигенции так называемых открытых писем в кавычках не иссяк этот жанр а даже получил свое дальнейшее развитие и продолжение причем трудами писателей которые к нашему советскому прошлому относятся с подчеркнутым неприятием вот перед нами образчик открытой в кавычках скорбной и пистолы выставленной на всеобщее обсуждение в интернете популярным публицистом и автором историю совских сочинений михаил викторович назаров автор этого письма открытого михаил викторович назаров изначально состоял в рпцз то есть был воцерковлен и насколько нам известно крещен в ее ограде сегодня все годы все годы своего пребывания в германии где он работал в системе пропаганды нтс и на радио свобода он был прихожанином кафедрального собора рпцз в мюнхене в этом смысле михаил викторович назаров был если можно так и выразиться профессиональным иммигрантом в кавычках и именно в этом качестве автора эксперта в скобках еще недавно казалось почти единственного по иммигрантским вопросам получил в середине 90-х годов прошлого столетия известность в отечестве но в последнее время он все чаще и чаще смело обращается к вопросам церковной жизни в россии что конечно с его страны неосторожно ибо жизни от и он не знает и знать не может но надо думать и не стремиться посещает он службы на подворье рпцз в подольске куда был с грехом пополам переведен из канады после поистине поистине чудовищных чудовищных деяний о которых и напоминать лишний раз противно епископ рпцз михаил донсков с титулом бостонского почему-то михаил викторович назаров избрал его своим архипасторем почему-то именно ему он адресует свое открытое письмо для передачи синоду и в церковный суд в кавычках зачем-то он особо подчеркивает что преосвященнейший михаил не благословил в кавычках сбор подписей под этим письмом в скобках но никак не упоминает благословил ли преосвященнейший выброс письма в интернет до того как его обсудили в синоде и в церковном суде рпцз или в этом случае он действует самовольно впрочем эти вопросы недоумения имеет второстепенное значение все становится ясным если разобраться с главным кто они бескомпромиссный оплот истины в кавычках михаил викторович назаров утверждает что кавычки открыты подавляющее большинство прихожан приходов рпцз в россии каждый свое время сознательно вошли в русскую зарубежную церковь видя в ней бескомпромиссный русский оплот истины в сопротивлении тайне беззакония кавычках мировому центру зла кавычки закрыта утверждение безапелляционной и несоответствующей истине ведь этих прихожан не так уж много и реальные причины перехода буквально каждого из них хорошо известны или во всяком случае легко могут быть выяснены разве не было среди них тех например кто вслед за переходом обратились за беженской визой в качестве кавычках преследуемых официальной церкви религиозных меньшинств таких случаев было достаточно в самом начале 90-х годов разве михаилу викторовичу неизвестны какие-нибудь иные мини менее возвышенные причины перехода в рпцз помимо поисков без бескомпромиссного оплота в кавычках материальные скажем или скандальные наконец просто по неведению видать бесстрашный человек господин назаров коль не боится что формула подавляющее большинство в кавычках рухнет под тяжестью фактов читаем далее у назарова кавычки открыты переход клириков и прихожан из мп в рпцз был продиктован тем что руководство мп вместо противодействия этому режиму бесстыдно криминальному расчленившему и разрушившему историческую россию разграбившему общенародное достояние и систематически разлагающему нравственность народа для ослабления его сопротивления предпочло благословлять этот режим также как в свое время благословляла коммунистические кавычки закрыты тут хочется обратить внимание михаилу викторовичу назарову вот на на что если прихожане в кавычках просить скобках исчисла недостаточно опных могут под воздействием анти церковного пиара кавычках перейти в правильную церковь кавычках по политическим причинам что видимо одобряет назаров то клирики воздвигающие на канонические на канонической территории по местной церкви другой алтарь как выражается святые канона руководствуясь какими угодно политическими соображениями и это уж простите церковные прелюбодеи к чему фресействовать михаил викторович этих клириков и мирян подавляющее большинство в кавычках в скобках мы отлично знаем не знаем обстоятельства при которых они совершили свой политический акт борьбы с антинародным режимом в кавычках вспомним некоторых из них например тех кто положил начало суздальской эпопеи в кавычках ставший поистине кошмаром рпцз это ставший архиереми в кавычках в упцк по в кавычках иософ шибаев и адриан старина это самозванный архиепископ в кавычках смирнов фон северс виртуальный граф монте-кристо это василий лурье который числится теперь иеромонахом григорием в кавычках это катакомбный протопрессвитер александр михальченков не станешь же вы господин назаров утверждать что и ведущий религиозные рубрики в кавычках газеты московские новости газеты хорошо известного направления юное дарование а в солдатов тоже подался в свободную церковь в кавычках из противодействия криминальному режиму есть конечно и вполне искренне заблуждающиеся по сей день люди но вот их как раз подавляющими меньшинство возможно что для михаила викторович назарова церковь это средство приложение общественно-политических сил как синагога в талмудическом иудаизме но для православной церкви как таковой в отечестве и в зарубежье это тело христова путь ко спасению не забудем что господа нашего иисуса христа предали на распятие как раз храмовые в кавычках синагога гальные политиканы о чем михаил викторович назаров мог бы знать из труда основателя рпцз митрополита антония храповицкого кавычки открыты христос спаситель и еврейская революция кавычки закрыты употребляя неточный термин сергианство в кавычках мы имеем ввиду подчинение интересов церкви интересом сиюминутной государственной политики подавление церкви этими самыми интересами а борец сергианство в кавычках михаила викторович назаров упрекает рпцз в том что она не поддержала глазева в кавычках выступавшего от имени русской православной оппозиции в его в кавычках бескомпромиссной борьбе с путиным все-таки депутат глазев и епископ михаил донсков в одном флаконе в кавычках и это уже слишком преосвященнейшего отлично знает в русском зарубежье а православного оппозиционера в кавычках в отечестве профессионалу михаилу викторовичу назарову следовало бы учесть настроение тех кому он адресует свое открытое письмо или он как его коллеги из р п а ц и р п ц и составляет свои тексты в расчете на массовку в кавычках и лягушек в кавычках письмо назарова адресовано в первую очередь зарубежным прихожанам которых он стращает днем чекиста в кавычках в кавычках красным флагом бьет по самолюбию говоря в кавычках о неслужении митрополита лавра в наших приходах приводит почти не переваренными кусками пассажи из пропагандистских материалов п.н. будзеловича скобках смотри раздел его сайта в интернете возрождения и редактора нашей страны в кавычках казанцева собственно антипутинская и проглазьевская часть это уже отечественным православным патриотом по заграницам ведь толком и не знает такой глазев словом всем сестрам по серьгам дальше михаил викторович пускает уже в откровенную демагогию как показывает опыт а единственный успешный способ борьбы с демагогией остановить демагога скоб в кавычках на самом интересном месте и поставить ему простодушный вопрос скажем демагог восклицает что-нибудь вроде кавычки открыты наши верховные архипастыри странным образом предпочитает верить непредоставленным нами бесспорным фактом альстецам из патриархийного окружения путина мол гонений на церковь больше нет строится храмы в них поют величественные хоры нам же подмена спасительной миссии церкви ее внешним великолепием кажется еще более страшным ударом по ней чем гонение кавычки закрыты в этом месте мы хотим поинтересоваться кавычки открыты простите михаил викторович то есть гонение на церковь или нет строится храмы или разрушается в чем собственно состоят конкретные препятствия спасительной миссии церкви воздвигаемые на нее сегодняшней властью кавычки закрыты сколько бы демагог не выкручивался а в конечном итоге придется признать ему всего-то не нравится что строительство этих храмов ведется не теми кто ему нравится а спасительную миссию в них осуществляют также не те кого бы он предпочел и поэтому он предпочитает гонения но это мы уже проходили чем хуже тем лучше для дела свободы свободы в кавычках достоинства деспота более опасны чем его пороки называется это антихристова политика и прикрывать ее лжецерковной лжеправедностью ригоризмом исходящим от имени кавычки открыты честных людей сознательно перешедших туда-то и туда-то кавычки закрыть закрыты не получится особенно в компании с епископом михаилом донсковым и депутатом сергеем глазевым порой своем гневе михаил викторович доходит до курьезов несомненно новый мировой порядок и все из него исходящее для православия неприемлемы и назаров повторяющие стандартное обличение совершенно прав хотя и не слишком оригинален но оказывается нмп и его институции могут быть и полезны для назарова во всяком случае оказывается весомым антипутинский в кавычках аргументом является то что кавычки открыты даже международная организация наблюдателей аксис признала выборы президента российской федерации в кавычках несоответствующими международно принятым демократическим стандартам кавычки закрыты а митрополит лавр видите ли вопреки мнению этого достойного учреждения поздравил путина с избранием и назаров патетически восклицает в кавычки открыто случайно ли кто это важно в скобках посоветовал высокопресвященящему владыке лавру написать такое поздравление кавычки закрыты уж не для того ли пытается выяснить автор письма имя советчика владыки лавра чтобы немедленно сообщить об этом в международную организацию наблюдателей аксис аксис еще один риторический вопрос задает назаров в своем письме кавычки открыты случайно ли за все время двухнедельного визита члена делегации рпцз скобки открыты за исключением отца павла иванова скобки закрыты не участвовали ни в одном богослужении в приходах зарубежной юрисдикции где поминает митрополита лавра и мы надеемся что не случайно создание параллельных приходов в кавычках рпцз на территориях исторической россии было бы одной из наиболее болезненных ошибок и ваши и в ошибке этой священноначалия русской зарубежной церкви признается сегодня почти открыто будем надеяться что и рпц найдет в себе достаточно мужества признать и свои допущенные в последние десятилетия ошибки вроде захвата обители рпцз в хевроне но вот что интересно любопытно михаил викторович внезапно приостанавливает поток вопросов и не интересуется кто же именно скобках а ведь это действительно важно присоветовал рпцз открывать свои приходы на отечественных территориях не дожидаясь его вопросов попытаемся ответить самостоятельно не посоветовали михаил викторович анафемы глеба якунина и выписанных им чат возрожденцев кавычках и покаянцев в кавычках было это сделано и не посоветом ли растриги и порученца вячеслава али полосина нынешнего протопресвитера в кавычках михальченкова нынешнего митрополита в кавычках русанцева действовало руководство рпцз стоит вспомнить и таких родителей за организацию приходов рпцз как публицисты александр нежный и зои крахмальникова а также целую шайку уголовного жулья всевозможных аферистов и тех кого зовут на профессиональном жаргоне источниками в кавычках вот кто давал советы в кавычках митрополиту виталию и зарубежному синоду на кредо ру в кавычках с позазрительной поспешностью в тот же день опубликовавшим письмо назарова в скобки открыты впрочем как и п.н. будзелович отмежевавшийся правда в своем комментарии от епископа михаэла кавычки закрыты в разделе обсудить в кавычках появился бесхитростный и благородный отклик священника им хотелось бы завершить свою рецензию этого документа вот что написал протеерей е грушецкий кавычки открыты истерика брата михаэла назарова когда душа болит тогда все не то все плохо кругом предательство кстати о нем в истории церкви это слово вошло в обиход во время гонений деки когда некоторые из верующих отдали передали предали списки священного писания для его уничтожения церковь простила предателей после должного процесса покаяния что теперь передали епископа рпцз московскому патриархату что брат брату передал кроме радости вскоре участвовать в литургии совместного богослужения почему беснуется назарова и сектанта замышляют шетные проблема одна в их больной душе утративший способность доверять церкви и богу это одна из форм богоборчества кавычки закрыты послание 1 тимофею 6 5 цитата пустые споры между людьми поврежденного ума чуждом и истины которые думают будто благочестие служит для прибытка удаляйся от от таких 1 коринфянам 11 16 цитата а если бы кто захотел спорить то мы не имеем такого обычая ни церкви божии 1 тимофею 1 6 цитата отчего отступив некоторые уклонились в пустословие шел сеятель зернами в поле и сеял и ветер повсюду те зерна развеял одни при дороге упали порой их топчет прохожий небрежной ногой и птицы закрестных степей пролетая на них нападает голодная стая другие на камень бесплодные легли и вскоре без влаги и корни взошли и в пламенный полдень дневное светило былинку палящим лучом и сушила средь тернии пала иное зерно и в тернии диком заглохло но напрасно шел дождь и с прохладной зарею поля освежались небесной росою один за другими проходит года от зерен тех нет и не будет плода но в добрую землю упавшие семя как жатвы настанет урочное время готовя стократно умноженный плод высоко и быстро и сильно растет и блещет красою и жизнью дышит имеющий уши чтоб слышать да слышит алексей михайлович жемчужников 1851 год